Это женский коллектив, когда сама находилась в страсти, и ко мне приходились соответствующие сотрудники. Но так жизнь сложилась, что знание стало ко мне приходить, помимо моего желания, я стала меняться и переходить на уровень благости. И мне это очень сильно нравилось, но своим сотрудникам я стала очень непонятной. Хотя я ничего не проповедовала, просто менялась я, и мои сотрудники стали чувствовать со мной дистанцию. И сначала они считали меня блаженной, потом вообще опасной. И это привело к возвращению коллектива. Как все-таки, наверное, поступать, когда ты духовно растешь, а твои сотрудники, ну, они не понимают, не знают, либо вообще не разделяют твоих интересов. И нормально ли это, когда люди в страсти от тебя уходят, их нужно опускать, а ты сам, будучи в благости, надо дать им все время, и такие же люди к тебе и придут? Да, прекрасный вопрос, садитесь на свое место. Очень хороший вопрос, очень важный, ключевой даже, можно сказать, для многих людей, которые начинают развиваться, работать над собой. Первое, что вы должны понять, что даже если вы ничего никому не говорите и ничего не делаете, то все равно очень важно понять, как вообще человек переходит в благость. Первый этап перехода в благость называется гремучая смесь благости со страстью. Потому что, когда благость со страстью смешивается, когда человек страстным способом относится к благости. Что это значит? Это значит, что если я стал православным, значит, я ненавижу все остальные веры. То есть, человек, когда окунается сильно в чистую среду, он очень, так как он в страсти еще сам находится, он очень жестко реагирует на грязь. И это все заметят. Вот ты, допустим, в чистую среду вошел, и твои, допустим, сотрудники как-то не совсем в чистоте живут, это так, особенно у женщин, это сразу видно, они такие. И все, допустим, я с тобой не буду там кушать рядом, я с тобой не буду чай пить, вот, я чай не пью, дайте мне лимонад там или апельсиновый сок, вот. А дайте мне, я освещу пищу сначала, все-таки, смотрим, что это такое вообще с тобой происходит. Я могу привести такой пример, как на меня реагировали люди. И я это замечал, когда я приходил сниматься в Москве на деревень. У меня тогда такой был тоже этап, переходный этап долго длится. И когда ко мне подходила там женщина, которая ассистирует, она спрашивала кофе, чай, вино там, ну, как бы, съемки. Что вы желаете выпить? Я говорю, дайте, пожалуйста, воды. И она такая, у меня так морщилось лицо, ей так становилось плохо, она такая шла, приносила такая. Вставила и уходила, и все, и не хотелось больше даже смотреть на меня. Мне так касалось не только одна такая, но все они так реагировали. И я потом провинцировал, я понял, когда я говорил слово «воды», это означало, что вы все свиньи, грязные свиньи, а я такой хороший, чистый, возвышенный. Но я это не имел в виду, но это так означало, потому что я сам реагировал на ее предложение. Вот она когда мне предлагала что-то, и я, она говорит, кофе у меня так, чай у меня так, вино у меня. Вот, и как бы, и потом я когда говорил «воды», это, ну, вот эти все эмоции мои, они в слове «вода» все выражались, и она прямо уходила такая вся на пряги полная, короче. Приносила воды, но был полный на пряги. Потому что я таким своим присутствием показывал, насколько я их люблю, людей, которые вот так живут. Хотя у меня нормально, как бы, отношение уже было к целым людям, но непереносимость присутствовала. И потом противопорожный результат, когда я это все глубоко проанализировал, поработал над собой, и мне один мой знакомый на Арбате предложил в кафе в своем почитать лекцию о вреде курения и алкоголя людям, которые сидели в это время, курили и пили, и прикалывались над одно. Это было такое испытание для меня. И я вот с ним в полной доброте, любовью читал эту лекцию, он так понравился, они там попали, даже нет. Вот. Я так аккуратно, по-доброму говорил о том, что есть разные уровни развития сознания, что человек на таком-то уровне такие привычки имеет. Когда он развивается больше, они действительно меняются. И не важно, какие привычки у человека, важно, что мы все развиваемся, и человеку надо именно в раке всего развития рассматривать, а не в раке всего того, где он находится сейчас. С этой точки зрения, алкоголик – это человек, у которого есть блоки, который с ними не справляется, и поэтому он такой образ жизни ведет, потому что он перегружен, и ему надо разгружаться, и он не знает, как это делать. Вот. И когда я читал эту лекцию, то я заметил, что люди расслабились. Я тогда понял, что в целом 90% проблем идет от нас. Вот, допустим, пришло время, и я читал лекции людям разных категорий, и меня никто не считал чужим, там, сектантом и так далее. Все как-то расслаблялись, нормально относились, нормально относились к моим глядам, что я отличаюсь от них. И это очень важно понять. Очень важно понять, как ты сам развиваешься. Но переходный этап есть у всех, и переходный этап означает, что ты еще в страсти, а занимаешься благостными вещами. И поэтому эта страсть, как это воспринимается? Ты все благостное обожаешь, просто обожаешь, и себя с этим отождествляешь. Но в себе страсть не замечаешь, и эта страсть, она отражается на твоих отношениях со страстными людьми. Страсть означает непринятие всего чужого. Вот, допустим, страстные люди, они своих нормально воспринимают. Но даже если человек в страсти, но не свой, то уже ненормально. Вот есть наша страна. Вот, допустим, если наша страна дружит со всеми остальными странами, то мы нормально. Если наша страна не дружит с остальными странами, то мы людям другой нации там сразу в штыки. Это что такое? Это страсть. Но если благость, люди не воспринимают, отождествляют страну и нацию, и политику с отношениями. Для них все люди хорошие. Понимаете? Вот это благость. И это сложно. Благость это сложно. Потому что даже многие благостные люди, которые считают себя благостными, на самом деле находятся в страсти частично. Потому что даже многие верующие люди, когда началось вот это противостояние Украине и России, я заметил, даже мои знакомые, которые много лет занимаются духовной практикой, они ощетинились и как бы русские не любят украинцев, украинцы не любят русских. Хотя, как бы, это один народ, такая грубость вообще полная, вот это все, что происходит, с точки зрения именно отношений между людьми. Потому что люди все одинаковые. Я даже не знаю, я вообще русский, украинец или еврей. У меня бабушка, у меня дедушка с Украины, но он не приедет. У отца вообще непонятная фамилия. Тарсунов это вообще не русская фамилия. Это я когда приехал, в разок меня так было, что я в Индии летел через Туркменистан, и там рейс задержался на 20 часов. Нас отвезли в гостиницу, но там нужна была русским виза. И в гостинице ничего не купить, не поесть, там просто 20 часов сидеть и в долге. Но я решил выйти так просто. А там нельзя было как без гостиницы. Там окраина сидела. Вот. И я показал им свой паспорт. Они «Тарсунов наш, иди». Фамилия прямо их нет. Они почитали фамилию. «Наш». Ну иди, И они меня выпустили на улицу. Кажется, я пошел там. Упил продукты. Себе еще, другим людям, упил тоже. Все мне заказы, наделали. Всех остальных не выпускают. Вот. Ну, то есть, отец корняем из Туркменистана, или какие-то еще там, я не знаю. Мать, дедушка, он из Украины. Поэтому... А я русский, да? Вот. Ну, это смешно вообще. Смешно вот так говорить. Поэтому, как бы мы все у нас перемешаны, мы здесь все живем на этой земле, у нас много разных корней, и с этой точки зрения плакость означает глубоко это понимать, что мы все родные, ко всем надо относиться вот так вот, по-человечески, по-доброму. Мне легко это понять, потому что я человек мира. Я приезжаю, допустим, в Нью-Йорк, там, о-о-о, лейтенанты, все ко мне подбегают. Приезжаю в Китай, то же самое происходит. То есть, где-то в Дубае, то же самое. Разницы нет. То есть, у меня везде одинаковое отношение с людьми. Приехал в Беларуси, тоже, в Украину, когда войны не было, там еще больше людей на лекции катило, хотя уже было противостояние. после 14-го года, я много-много раз приезжал в Украину, и там по 500, по 600, по 700 человек ходил на лекции. Вот, поэтому, я вот четко понимаю, но, когда страсть присутствует, и все равно у тебя на чужое идет такой страх, какая-то реакция. и это люди чувствуют, и они начинают это осуждение какие-то, имение. Но вот, если ты к ним потом, бранно относишься, то это все, это все уничтожается. Очень важно понять, что если ты в ладости, если ты делаешь фирму, очень сложно в ладости найти людей под свою специальность. Их мало. Вот, надо специалистов, и с ними очень много мароке. иногда приходится людей в страсти брать, но ты, когда ты ведешь, они должны понимать, как ты вообще, какие у тебя увлечения. Они должны тебя принять таким человеком. И тогда они меняются, они становятся лучше. Но в целом, вы говорите, все, у меня все развалилось. Это значит, что вы не с теми людьми работали, потому что если вы правильно настроены, а люди не развиты, они делятся сразу на три категории. Первая категория это люди, которые будут так вот шипеть, это значит, люди не склонны к развитию. Вторая категория это люди, которые будут внешне улыбаться, что все нормально, а внутри чувствуют, что что-то не то. И третья категория это те, которые будут интересоваться, развиваться. И вот даже те, которые внешне улыбаются, они все равно склонны меняться. они постепенно будут, если ты по-доброму к ним относишься, они склонны меняться. И деятельность, лидерство, благость это сложно, потому что надо поменять отношение к людям. Вот в основном все люди чувствуют, если человек греховный, я не хочу с ним уметь делать. Но благость означает, что ты себя считаешь греховным, а других людей греховными не считаешь. Потому что ты понимаешь, у тебя тоже куча недостатков. Просто принципиально, потому что все люди на этой земле опираются в своем восприятии людей на недостатки. Вот если есть недостатки, я сразу раз и как бы с этим человеком не хочу идти. Все люди на земле так мыслят. Все до одного. Это закон. Но есть такой шаг, когда человек такой шаг в психике делает, что он не считает, что недостатки человека вообще является предметом для обсуждения твоего внутреннего. Какие бы они ни были, он все равно хороший человек. Просто есть люди хорошие и есть нехорошие. И нехорошие люди это только одна категория. Это те, которые заступили за красную черту. Которые изменяют, грабят, убивают, насилуют. Вот это нехорошие. Все остальные, какие бы они недостатки имели, они все хорошие. И это не мое дело, какие у людей вообще недостатки. Это не мое дело. Если я так настроен, можно работать с любыми людьми. А все, которые нехорошие, они от вас тогда вы... нехорошие. Вот там парьер уже надо включать. Если вот так настраиваться, то можно с любыми людьми работать. Кто-то все равно потом отвалится, кто-то останется. Потому что когда человек деятельностью занимается, он сдает свой экзамен. Иногда подворовал чуть-чуть. Допускайте стараться? Нет. А, ну как, давать или не давать? Бывают такие виды деятельности, когда люди все равно будут подворот, ничего не сделаешь. Допустим, человек на раздаче стоит, пищевая стоит. Но он все равно себе что-нибудь уважает. Или на разлив венок и ты будешь в рот заклеивать, что ли? он выкинет, все равно ничего не сделаешь. Или допустим, человек там работает в перевязочной. Видите, кисели чуть-чуть там. Квартиру приходишь, все в бинтах дать. Ремонт из бинтов сделан. Лезь такой на них всегда. Мне нравится ремонт из бинтов. Вот. На перевязочной работаю. Если никто такой. Говорит, работал и работал на заводе. Стиральные машины собирали. Но решила хотя бы пить и себе стиральную машину как бы сожрать. Получилась ракета. Чисто советский. Иногда. Вот. Наверное, если это просто такая работа, то что-то можно. Чуть-чуть там себе чуть-чуть взяла можно. Чуть-чуть можно. Если сапоги человек сделал, там сапоги себе сделал. Из остатков нарезок. Кожа. Можно сделать такую табличку воровать. Чуть-чуть не нельзя. Нельзя. Если сделать табличку воровать чуть-чуть можно, значит можно воровать нормально. Слово чуть-чуть. То есть однозначно, что надо строго всем сказать, надо прям везде, чтобы все знали. Если вы своровали, мы остаемся умедленнее. Но если ты видишь чуть-чуть бухгалтеру нельзя давать нисколько, чтобы воровал вообще. Нисколько. Бухгалтер чуть-чуть подборогает, это очень опасно, это болезнь, она начнет развиваться и дальше будет хуже. А вот люди там просто бывает такое, что чуть-чуть можно разрешать, но следить за людьми. Есть люди полностью порядочные, а есть которые чуть-чуть лентят, но следить за ним. Обычно как подборогают, допустим на продаже человек стоит, он продал чуть-то дороже или придумал какие-то таксы. Это надо вскрывать, конечно, и людям говорят так нельзя делать, но есть грань, за которую нельзя заступать. Это называется уже серьезное воровство, и здесь надо наказывать людей, и лучше показательно наказывать, лучше так наказать, чтобы все видели, что происходит, что вызывается милиция, составляется протокол, и потом дальше штрафы воровство. Или угрозы серьезные ему надо предупреждать, что так будет. Но от человека, который ворует сразу в соответственной должности надо с ним переводить куда-то для денег, или возможности воровать, или увольнять с работы. Есть заразные болезни, а есть просто болезни. И вот это надо различать, когда заразная болезнь, кив какой-нибудь. Человеком можно я в кино скажу? Ну нельзя, потому что это уголовное преступление. Ты как бы просто людей убьешь там рядом, которые с тобой сидят. Понимаете? То есть и вот воровство это заразная болезнь, но она заразная внутри человека, не снаружи. Она может и снаружи заразной быть, если ты позволишь. Позволила, значит она зараза пошла дальше по всему коллективу. И ты не позволяешь, но знаешь, вот это нормально, но надо знать, что если человек подворогает, зараза идет внутри него. Он все равно раскается, скажет я больше не буду, он все равно будет. Потому что это заразная болезнь, она не лечится. Она лечится только наказанием, потому что это уже застук за красную линию. В Росу это опасная вещь, Моисей показал, нельзя воровать. Это значит, что красная линия там есть. Вот здесь в Амиратах нормально, я слышал, руки отрубают. В Китае. В Китае, да? А у вас что у вас делается? У вас везде камеры. Саудовская Альфа отрубают. Здесь, если что-то забудешь, тебе просто не странная часть роботов. По-доброму. Я не знаю. С улыбкой такой как бы прощайся. Прощайся всех вокзалов, поездам, коля дальняя. Ну, так надо с улыбочкой человек своровал. Прощай, прощай. Мы расстаемся навсегда. Лучше всего так расставаться. Мы очень хорошо подобрываем. Все, без проблем. Все с ней бороют, потому что Бога очень верят. Бога верят тоже, но написание. Они наказались от Бога, они боятся от этого. Здесь он прям очень мангловит, а другие нет. Здесь все 90 процентов, здесь все встают. Не борют, потому что очень хорошая безопасность, опять же, во-вторых, как считают, сразу ловят люди, которые от КГБ или от security, их даже не увидишь. ты даже не посмешиваешь, они уже пикнули. Даже в кафешках очень много ситуаций было, что-то, даже чуть-чуть мужчина не сразу на пол так плену, да? поворачиваешься же. Поворачиваешься же. Поворачиваешься же. Аручники, пожалуйста. Классно? Здесь безопасно очень. Здесь очень безопасно. Безопасно. Беззекли. Да? Да, мы даже на пляж можем в сумку идти, никто не возьмем. Мы не на джилиаре сейчас. Мы просто очень много переехали. Я понял. Лен, дальше вопрос? Так. Саша с Краснодара спрашивает. Амбиции лидерства это плохо? Это эгоизм? Есть ощущение, что я хочу больше, чем мне положено. Хочу всего быстрее и как будто требую этого от судьбы. И у себя и от этого сильного желания перерасходую себя. Но без амбиции наверное что не будет движения вперед. Или все-таки будет. есть незрелые лидеры из них тут понты и амбиции. И они все постоянно на себя внимание сосредоточат. А есть зрелые лидеры это те которые скромно сядут. А в чем отличие с реализованными лидерами и с реализованными и нереализованными. Но что такое амбиции. Амбиции это твое благочестие которое ты имел в прошлом и которое никто не замечает. Вот ты чувствуешь себя директором завода а ты еще и не являешься. И ты ходишь всем показывать что ты директор завода и все над тобой угорают. Это называется амбиции. Ну и кто-то не угорает а злится просто. Но разумные люди просто смеются. Почему? Потому что и кстати вот это тоже важно люди которые с амбициями есть две категории одни которые всем показывают свои амбиции а другие которые скрывают. И те которые скрывают они очень взятся на те которые показывают. но если люди реализованные они смеются над теми кто показывает амбиции они видят что люди просто не разумные и злые и смешно просто и все кто-то там понтыли себя что-то порчет и просто смешно я допустим лектора вижу и он такой здравствуйте мои дорогие друзья я просто их видеть я просто господи но реализованный человек он такой о молчал вот но это прикольно все но когда у человека само амбиции и другой своей амбиции наружу а ты как бы не делаешь потому что ты уже полгней чуть-чуть но не сильно вот и вот тогда очень неприятно становится но в целом амбиции указывают на то что человек это имел в прошлом и к этому стрелиться и это нормально без амбиции никогда никто не может не виден никогда амбиции указывают на лидерство даже в ведах описано что мальчик маленький мальчик когда рождается если с ним тяжело родителям значит он будет успешным а если он так уходит к ним нормально значит он таким и останется ну то есть тяжело потому что он всем показывает что типа я родился смотрю и он так уходит все там хочет активность проявляет свою значит от человека разобьется а если он ничего не проявляет ему ничего не интересно значит у него нет благочестия не хватает значит он не лидер по природе он будет где-то работать что-то делать в целом амбиции указывают на желание двигаться вперед на лидерство это нормально причем есть даже дети которых кондиции уже а сама начала они под контролем это еще более успешными есть удобно они успешное много looping illegal из еще более успешно то расскажит что что они разорваются еще сильнее. Потому что, когда амбиции под контролем, это значит, что человек уже не просто хочет куда-то пойти, а он уже идет. Вот чем отличается голодный человек, который еще не ест, от голодного, который ест? Ну, ест, когда человек тоже еще голодный. Вот чем отличается? Голодный не ест, он как бы терняшки льет. А голодный ест, он нормально все. Он голодный, но у него все нормально, потому что он в процессе. Вот есть люди, которые в процессе всегда, у них амбиции, но они в процессе. И так как они в процессе, у них все нормально. А если человек думает, что надо понты бросать, и когда ты будешь успешным, то это не совсем правильный подход к жизни, но это тоже проходит. Это тоже постепенно проходит. И еще вопросы, и... Еще хотел сказать про амбиции, что вот всегда зрелые и развитые люди всегда поощряют тех людей, у которых амбиции. Вот, допустим, взять преподавателя. Есть преподаватели, которые гасят, вот ты, допустим, видишь, что ребенок такой очень гипер, такой активный, лезет везде. Есть преподаватели, которые постоянно гасят. А есть, которые пашляют. Вот он, допустим, лезет. Ладно, Петя, иди к доске. Ты хочешь к доске? Давай иди. И он каждый день к доске ходит. Потому что он хочет себя показать. Ну, ладно, ходи, нет проблем. И все, как бы и аналоговы преподаватели. Вот Петя, смотрите, какой классный. И Петя, я всегда гасят, я хожу. Вот. И все горали над ним, а преподаватели говорят, молодец, Петя, молодец. Вот это означает, что правильный преподаватель. То есть, если человек сам не может своей амбиции занять, значит, преподаватель должен помочь их занять. Как это для вас был такой. Там сделали номер, дети. И там были очень тихие и очень громкие один мальчик. И там они, короче, пели. Милом расчерчем от злотного братики. И потом. Папа, упаси, филом, парти, парти. Папа начинает, все угорают, короче. А эти пугаются, вообще стоян забыли дальше, что Петя. Я так же в детстве пел, у меня учитель Пене. Она мне сказала, коллега, ты говоришь, я тебе четверку ставлю, потому что ты очень энтузиастичный партик. Но ты говоришь, тебе не надо потом нигде петь. Ты мне обещаешь. Просто я думал, чем громче, тем красивее. Мне так казалось. Очень громко старался все. Вот. Так вот. Амбиции это было.